Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, стоит ли покупать квартиру в Москва-Сити, какие есть подводные камни с точки зрения дизайн-проекта, ремонта, какие есть ограничения и что такое white box, как правильно согласовывать здесь планировку, в общем, все-все нюансы расскажем. Ну что, заходи! Квартира за миллион долларов! Вид на Москва-Сити, бетон, железяка, провода, миллион долларов! Апартаменты или квартира? Что лучше вообще выбрать и в чем разница? И если этого не сделать, можно даже и квартир лишиться. Что? В Москва-Сити вы это не согласуете, а? Ну что, заходи! С нами Настя, архитектор нашей студии. Вообще, в Москва-Сити достаточно интересные, хорошие планировки. И это большой плюс в сторону покупки все-таки здесь жилья. Но есть много нюансов, о которых мы сегодня расскажем. Планировка изначально очень классная. Она классная тем, что мы прям как любим. Что заходишь, сразу общественная зона с красивым, потрясающим видом. Кухня, гостиная, столовая располагаются ближе к входу. С той стороны у нас все приватные зоны за этой частью. Общая площадь квартиры 115 квадратных метров. Давай начнем с прихожей. Итак, в прихожей мы заходим. Прямо напротив мы располагаем здесь зеркало. В полный рост. И по бокам будут 3D-панели с подсветкой. Типа как рейчные. Рейчные, гипсовые 3D-панели. Хорошо, что гипсовые, а не деревянные рейки. Мы уже деревянных рейек, мне кажется, использовали. Не просите, пожалуйста, делать деревянные рейки. Чтобы нам увеличить пространство и сделать шире зеркало, мы здесь добавляем кусочек стены. Ага. Вот. И устраиваем с этой стороны все у нас винный шкаф. Так, начнем мы с кухни, гостиной, столовой. Здесь у нас, получается, общественная зона. Это гостиная в той части, в углу, с проектором. Будут смотреть там фильмы, кайфовать. Тут у нас стол обеденный. Обеденная зона. Да, на этом месте остров. Пойдем тогда с общественной зоны, в зону просмотра фильмов. Основным пожеланием заказчика было разместить большой гигантский диван угловой, чтобы можно было удобно сесть с друзьями и смотреть фильмы на проекторе. Изначально мы планировали разместить проектор в потолке, в опуске потолка, чтобы он выезжал. Но потом заказчику понравилась модель, которая ставится прямо под экран проектора. Называется короткофокусный проектор. Стоимость его от полутора миллионов до трех миллионов. Фишка в том, что он прям ставится на полку и проектирует на стену. И не нужно никуда в потолке его выводить и так далее. И самое главное, он выглядит очень симпатично. Диван у нас Minotti Freeman зеленого цвета. Мы сделали такой акцент. Вообще задумка этого дизайна в том, чтобы придать атмосферу Южно-Восточной Азии, Бали. Но так как это все-таки каменные джунгли, а не настоящие. Поэтому нужно это все-таки как-то увязать с индустриальным стилем, с современным стилем. И не делать прям совсем тропические страны внутри стекляшки. Поэтому кусочек Бали у нас все-таки здесь есть. У нас пол, инженерная доска выбранная. Дуб Рустик, он прям вот четко передает вот эту атмосферу именно балийских вот этих вот мест. У нас с этой стороны еще и стол обеденный. Он тоже такой немножко похож на тиковые столы. Да, стол будет у нас изготавливаться на заказ из слэба деревянного. Вот, четко будет передавать текстуру тоже дерева. Еще у нас повторение дерева на фасадах кухни. Мы сейчас еще в процессе подбора материала для фасадов именно дерева. Чтобы она тоже была похожа на вот эту амбарную доску, на цвет пола, на цвет столешки. Вот здесь будет кухня. Наполовину вот так вот идут фасады черные, а наполовину вот так вот деревянные. И вы сейчас напишите сразу же в комментариях, как так? Ты же говорил, что на одной плоскости использовать один материал. И я говорил о том, что бывают и исключения, и нужно с этим умело работать. И здесь как раз сделана вот такая вот композиция, где черные фасады перекликаются с вот этими деревянными. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу, удачно ли получилась эта кухня, как она вписывается во весь остальной интерьер. Жду комментарий внизу. На полу у нас керамогранит черного цвета под мрамор. Он начинается у нас от кухни, продолжается в прихожую и переходит на столешницу и ножки острова. А также этот мрамор у нас находится на столешнице самой кухни. И здесь, друзья мои, есть нюанс. Когда мы в Москва-Сити проектируем интерьеры и делаем что-то из крупноформатного керамогранита, всегда нужно рассчитывать тот размер и подрезать его таким образом, чтобы поместился в лифт, чтобы можно было его, в принципе, сюда поднять. Здесь у нас как раз по ширине для укладки 2-100. Это как раз у нас влезает для подрезки и для удобного захода в квартиру и для установки. В апартаментах очень много инженерных систем. Особенно в Москва-Сити, потому что это сложные технические объекты, когда дом большой, высокое здание, здесь очень много инженерных систем. Соответственно, у застройщика есть требования к подключению инженерных систем и к его доступу, что нужно увязать в дизайн-проекте. Первое ограничение, которое непосредственно есть в Москва-Сити, это доступы к коммуникациям. Люки, которые нужно использовать для доступа к сантехническим приборам, к счетчикам, к эксплуатации инженерных систем, должны быть на стенах не менее чем 60 на 80, на полу 40 на 40, минимальные размеры на потолке, вообще метровые люки должны быть, это реально минимально. Поэтому нужно очень-очень тщательно подойти к проектированию инженерных систем и увязыванию с дизайн-проектом. Планировку здесь мы практически не меняли, и это большой бонус. У нас единственное, что здесь добавляются дополнительные перегородки. Чтобы заторцевать, винный шкаф. Винный шкаф будет со стеклянными крутыми фасадами до потолка. И это будет прям пушка. Огонь. Прям песня. Сказка. А внутри винишка. Винишка. Смотрите, как Настя повеселела, когда рассказывает про винный шкаф, да? Сразу видно архитектор. Апартаменты или квартира? Что лучше вообще выбрать и в чем разница? Апартаменты, во-первых, вроде бы можно делать все, что хочешь, и нет привязки к мокрым зонам. Но так ли это? Апартаменты юридически не жилое помещение. Оно стоит дешевле, чем квартиры. Но при этом налог на них больше. Ежемесячная абонентская плата, плата за коммунальные услуги дороже. Поэтому обслуживать такое помещение, собственно, дороже. Но согласование перепланировки, казалось бы, легче. Но на деле не так. Во-первых, нужно взять технические условия от застройщика и понять, какие требования по планировкам, по техническим данным есть. И с учетом их сделать проект. И в технических условиях, конкретно в Москва-Сити, сказано о том, что необходимо привязываться к мокрым зонам, которые есть в этом помещении изначально. И вроде бы ты можешь делать все, что угодно по закону, но по требованиям управляющей компании ты должен привязываться к мокрым зонам. Мы сделали проект по техническим условиям. Начинаем делать ремонт. Возводим перегородки, которые мы построили. Приезжает замерщик, делает обмеры и делает на основе этого техническую документацию. И делает строго компания, которая есть в СРО. И после этого компания, которая есть в СРО, она не делает проект. Этот проект заносится через МФЦ в реестр. И получаем выписку, что планировка согласована. Вот такая вот канитель. И так, собственно, всегда нужно делать. И если этого не сделать, то минимум будет штраф от управляющих компаний, первое предупреждение. А дальше можно даже и квартиры лишиться. И такие случаи даже и были в Москве, и такие зарегистрированы. Поэтому все планировки, друзья, мы регистрируем. Все. Всегда. Понятно? Окей. И вот здесь у нас после винного шкафа рядом находится проход. И в этом проходе мы заходим в личные зоны. Так, слева у нас вот здесь постирочная зона. Вот тут кабинет. Дальше у нас здесь гостевой санузел. А там прям совсем приватная зона. Приватная-приватная. Это спальня вместе с гардеробной и ванной своей личной. Пойдемте дальше в кабинет. Так, а тут у нас шкаф, да, сразу? Встроенный шкаф. Застройщик изначально сделал нам удобно, красиво. Он оставил нам эту перегородку. Нам ничего не стоит здесь выстраивать дополнительно. Мы просто встраиваем здесь шкаф. С этой стороны у нас рабочий большой стол угловой. А что можно сказать про стол? У заказчика был запрос на большой стол, чтобы поместилось сюда два экрана монитора. И можно было смотреть и любоваться видом сити. И здесь у заказчика было кресло изначально, правильно, свое? Да, это его кресло. Его кресло, за которым он привык уже работать. И у нас задача его была вписать в интерьер. В общем-то, получилось неплохо. Вот. Здесь у нас над диваном такие, как полки, тоненькие. Тоненькие полочки. Мы здесь выстраиваем конструкцию из гипсокартона и делаем прорези для полочек. И то есть эти полочки рассчитаны для того, чтобы можно было их перемещать с места на место и как-то варьировать саму картинку. С этой стороны у нас стеллаж идет с полочками. И он тоже будет в таком стиле Бали. Водоснабжение у нас выходит из потолка. Также здесь идет и вентиляция, кондиционирование, охлаждение и все остальные коммуникации, пожарные безопасности и так далее. Здесь какие есть еще дополнительные требования? Во-первых, вот эти вот оповещатели и вся инженерия касательно пожарной безопасности должна строго сохраняться именно такая. Нельзя менять, нельзя переставлять в другие места, нельзя ничего с ними делать. Ты должен поставить именно вот эти вот оповещатели, именно вот эти вот лампочки и, соответственно, просто их опустить. Если ты заметишь, там есть кабель дополнительный, если ты опускаешь потолок, то он должен именно на этом месте и опуститься. Во всех апартаментах есть сплинкерная система пожаротушения. И Москва-Сити не исключение. И здесь необходимо все это дело сохранить. В чем суть этой системы? На датчиках есть стекло, которое при нагревании трескается, и вода начинает поливать все помещение. Поэтому напор воды всегда в этой трубе имеется. В случае пожара она срабатывает и, собственно, тушит. Поэтому нельзя ее срезать, ни в коем случае нельзя ее переносить. И мы должны, собственно, опустить вот эти датчики. Когда мы опустим потолки, мы должны тоже это увязать, опустить вот эти датчики и сделать ВВД. Они тоже должны быть на потолке предусмотрены. Заходим в гостевой санузел. Здесь у нас унитаз с этой стороны, здесь душевой поддон, душевая кабина выстроенная. А с этой стороны идет подвесная тумба и, собственно, сантехника. Сантехнику выбрали здесь Гесси, итальянская, крутая будет сантехника. И дерево, которое идет в отделке, повторяется с остальными помещениями. Тем самым мы визуально все это дело объединяем и создаем атмосферу Бали. С этой стороны у нас дверь. Она будет таким же материалом, как и стены. Будет это все смотреться круто и монолитно. Мы такое решение, кстати, уже делали у Кондрашовых. Недавно я снимал в Инстаграм, в сториз, показывал это решение. Там очень сложная раздвижная дверь. Если кто не видел, переходите, вообще подписывайтесь, кстати, на Инстаграм и следите, там много чего тоже полезного и интересного. Итак, поехали дальше. Заходим в спальню. Здесь у нас просто офигительная кровать. Минотик Рид. По бокам тумбочки. На стенах у нас панели из ГКЛ с подсветкой. Отделка панели у нас у стены шпон, дерево. Такой же шпон, который мы используем по всей квартире. И верхние панели, это у нас декоративная штукатурка. С этой части у нас тоже идут панели, правильно? Та же самая история, да, та же самая раскладка, но только вместо шпона деревянного, который здесь на этой стене, у нас здесь тонировано зеркало оранжевого цвета. Типа как под бронзу, короче, да? Основная просьба заказчика была на окна не вешать никаких портьер, не закрывать их. То есть для этой всей истории мы здесь возводим нишу для римских штор и делаем так, чтобы они заходили полностью и скрывались. Сервопривод еще будет на римский, то есть можно будет управлять ими, опускать вверх-вниз. Можно управлять либо с телефона, либо с клавиши, либо с пультика. Москва-Сити очень-очень строгое правило. Нельзя менять конвекторы отопления. Они должны остаться именно такими, именно такого размера, и именно в этом виде, как они стоят. В этой зоне нельзя заливать стяжку, нельзя как-то утяжелять конструкцию. С чем это связано? На самом деле у здания есть конструктив. И на краях ближе к окнам здесь есть плита перекрытия. Соответственно, здесь ничего нельзя утяжелять. Нельзя ставить никаких дополнительных утяжелений, нельзя делать здесь стяжку и так далее. Вентиляция. В Москва-Сити есть приточка, и это очень хорошо. Это значит, что воздух будет все-таки в помещение поступать извне. И вот такие фонкойлы есть по всем помещениям. Идут также, выходят от входа в квартиру, разводятся. И дизайнеру необходимо это тоже учитывать. Как вы видите, коммуникаций огромное количество. Их все нужно увязать. Есть требования от управляющей компании. Есть много нюансов, которые нужно соблюдать. Поэтому здесь необходимо привлечь инженерных подрядчиков, которые сделают определенные проекты. А дизайнеру нужно не просто нарисовать красивую 3D-шку и красивую картинку, а еще все это дело увязать и спланировать таким образом, чтобы концепция не нарушилась. Поэтому в связке нужно работать с инженерами и делать это в процессе проекта. Что? Я думал, дизайнер это тот, который картинки красивые рисует. На самом деле, я вот очень удивляюсь, почему многие дизайнеры не задумываются о всех этих инженерных нюансах и о том, что нужно делать инженерные проекты заранее и их увязывать со своим дизайн-проектом и плотно работать с инженерами. Мы на нашем курсе дизайна базовом учим не только тому, как делать красивые дизайны и функциональный интерьер, но еще и тому, как это правильно увязать с инженерными сетями. Так что переходи по ссылочке, читай подробности и записывайся на курсы. Большой плюс, что в Москва-Сити разрабатывали планировки архитекторы, грамотные архитекторы. И здесь создали отличную такую приватную зону, которая полностью отделена. Такое решение мы, кстати, часто делаем в наших планировочных решениях. Во многих проектах вы уже это видели. Это, собственно, спальня, которая переходит в гардеробную и потом переходит в приватную ванную комнату. Мастер-бэттром, как говорится. Да, там, как говорится. Как говорится, бэттром. Английский, да, язык, speaking English. Так, окей, с этой стороны у нас, получается, идет стеллаж. Стеллаж, который мы ведем именно до вот этого выступа перегородки. Делаем его с открытыми полками. Именно важно, друзья, горизонтальные вертикальные линии оси, чтобы пересекались, да, мы ограничим стеллаж именно вот по вот этой привязке. Дальше начинаются у нас шкафы зеркальные. С одной стороны шкаф, вот здесь 60 глубиной. И здесь сразу же уже подготовлена стенка. Помните, как в уроках постоянно говорю, да, прикрыть стеночкой торец шкафа, чтобы это было красиво. Вот уже в сети такие планировки сразу же. С этой стороны у нас повторяющиеся фасады стеклянного вида, только разной глубины. Здесь у нас 40 см, здесь у нас уже 60 см. Мы сделали для того, чтобы визуально это все сравнялось в одну линию. И вот этот перепад глубины, он будет незаметен. И будет казаться, что это ровная стеночка. Здесь все симметрично, аккуратно, классно. Все изъяны помещения мы исправляем. И здесь у нас идет дверь в потолок, полностью облицованное зеркало. Мы делаем это для того, чтобы можно было встать, здесь сидеться, посмотреть, отойти где-нибудь издалека. В общем, и все красиво, все хорошо. Во-первых, это функциональное решение. Во-вторых, зеркало будет отражать естественный свет, попадающий в помещение, и помещение становится светлее. Больше света просто поступает. И дальше попадаем, собственно, в ванную комнату. С этой стороны у нас идет душевой поддон, вот такой, который мы выстраивали и в гостевом санузле, только здесь как подставка для ванны. Под ванной будут еще камушки, здесь будет все в микроцементе, в основная отделка. И здесь идет стабилизированный мох. Вот здесь подвесная тумба. Индентичная история, как и в гостевом санузле. Ту же самую сантехнику используем и, в принципе, повторяем отделку, чтобы казалось это единым помещением и как-то визуально не разделять их. С этой стороны у нас идет унитаз темный, и вся вот эта отделка идет шпоном. Таким же шпоном, как и, собственно, везде во всем интерьере. Вот это отделка white box. Что такое white box? Это белая коробка. По сути, задумка, на самом деле, очень классная. Замысел великолепный. Задача сделать предчистовую отделку, то есть сделать всю черновую работу, для того, чтобы в дальнейшем уже владельцы этих квартир, этих апартаментов могли просто сделать финишную отделку и поставить мебель. Но на деле, оказывается, и есть нюансы. Во-первых, стяжка вроде бы сделана, но она невооруженным взглядом видно, что кривая. Стяжку нужно переделывать. Перепады могут быть до одного сантиметра по помещениям, поэтому даже видно, что она где-то неровная. Штукатурка оставляет желать лучшего и не сказать, что сделана идеально. Стены где-то неровные, поэтому нужно все равно работать. Да, конечно, это сокращает время на ремонт, и ремонт не с нуля, и вроде бы быстрее проходит. Но все равно необходимо переделать те работы, которые уже сделаны. Что касается электрики, то оставить ту существующую электрику мы не можем. Например, под ту же кухню мы видим, что розеток-то нету, и поэтому их нужно будет добавлять. 90% всей электрики будет переделываться. Также огромная проблема в ремонте в Москва-Сити – это лифты. Для того, чтобы загрузить материал, для того, чтобы вытащить отсюда мусор, для того, чтобы организовать доставку материала, необходимо ждать. Иногда нужно записываться заранее, а если материал тебе в это время не привезли, то нужно ждать следующего лифта по расписанию. В некоторых случаях ты просто ждешь лифта грузового, для того, чтобы поднять материал, по полчаса. И от этого строители очень страдают. И многие жалуются на то, что делать ремонт в Москва-Сити – это полный трэш, и долго по времени. Но, друзья, конечно, когда вы все сделаете, и у вас будет все готово, то вот этот вид и вот эта вот красота, она, конечно, решает. Ну что, друзья, надеюсь, понравился вам выпуск и был информативно, и подробно, и полезно. Сейчас мы на стадии финала проекта. Мы увязываем все инженерные сети, подбиваем бюджет и запускаем стройку. Друзья, пишите в комментариях, понравился вам проект или нет. Задавайте вопросы, ответим, посмотрим, и все подскажем. Также пишите в комментариях, что подробнее нам рассказать в следующих выпусках на этом ремонте. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!